Мирентьева Надежда Николаевна, Курская область, начальная школа. Усиков Алексей Николаевич, Самарская область, физическая культура. Солсанова Е. Лимаевна, Чеченская республика, физика. Тачук Игорь Викторович, Ямало-Линецкий автономный округ, физика. Усова Татьяна Владимировна, Саратовская область, история, освобождение. В этой группе, модератором этой группы, будет человек, который окончил Московский государственный университет Ильи Михайлович Романосов, в Курте от журналистики, Национальную школу телевидения по специальности фоторепортер. С 2004 года в штате российской газеты была обозревателем отдела науки и образования. Куратор Олимпиады для будущих журналистов, стань журналистов, которую российская газета проводит вместе с журфаком МГУ Ильи Михайлович Романосова. По работе ездит по регионам России, бывает в разных школах, и самым запоминающимся комендировками считает посещение кочевых тундровых школ в Чукотке, Якутии и Ямала. Мария Агранович, обозреватель российской газеты. Добрый день всем, рада всех приветствовать. Дорогие учителя, поздравляю вас с тем, что вы уже победители, как я считаю, то, что вы добрались и вообще до Москвы, и вообще до этого этапа. Наша сегодняшняя дискуссия, на мой взгляд, очень интересна, потому что каждому человеку, у которого есть дети, для каждого человека, у которого есть ребенок, он особенный, особый. Наша дискуссия звучит так. Особые дети. Кто они и как с ними работать? Школа у нас общеобразовательная, а дети все разные. К каждому, так или иначе, приходится учителю искать свой подход. А к особым детям вдвойне свой подход. Я хотела бы предоставить для начала слово каждому из вас, ну, может быть, в таком порядке, как вы, силе. Скажите свою точку зрения, свое мнение. Кто такие для вас особые дети? Здравствуйте, Ткачук Игорь, Ямало-Ненецкий автономный округ. Я считаю, что особые дети, это классификация, примерная дана, это дети с ограниченными возможностями, это одаренные дети, также с дефектами опорно-двигательного аппарата. И мне ближе, например, я работаю в обычной школе и работаю с детьми интеллектуально одаренными. Мне ближе работа с ними. Добрый день, уважаемые коллеги, Мелития Надежда Николаевна, учитель гимназии номер 4 города Курска. Я думаю, что рассматривать понятие особые дети нужно в узком смысле и в широком смысле. Если в узком смысле, то тогда действительно мы будем говорить об одаренных детях, о детях, которым необходим какой-то вид помощи. Если в широком смысле, то мы знаем, что сейчас современные дети все особые. И нам нужно менять подход к этим детям. А вот как это сделать, я думаю, мы сегодня в дискуссии найдем решение этой проблемы. Осипов Алексей, учитель физической культуры Томарской области. Я как учитель предметник считаю, что для меня каждый ребенок особенный. Потому что в силу своей направленности, я должен знать всю медицинскую карту каждого ученика, я должен постоянно контролировать его пульс, частоту сердечных сокращений. И здесь нельзя выявить, я вот с коллегами не согласен, есть категория особенных и не особенных. Дети особенны все. Поэтому очень важен личностный, индивидуальный подход к каждому ребенку. Здравствуйте. Сан Санова Хайдин Лимаина. Это Чеченская республика. Конечно, я полностью согласна. Особые дети — это все дети вокруг. Вот первое впечатление, когда я прочитала эту тему, конечно, сразу особое. Сначала вспоминаешь свой класс, школу, дальше, дальше. И про каждого ребенка, в том числе и про своего, да, конечно, мой тоже особенный. Потому что каждый родитель, наверное, про своего думает именно так. А уже там, внутри, это уже как-то их одаренные, или они в какой-то области, или направление уже одаренности там можно различать как-то по-особому. Но особые, ну это обязательно. Вот каждый, буквально, ребенок — это особый. Усова Татьяна, Саратовская область. Для меня особые дети — это мои дети, которые у меня учатся в данный момент. У меня очень разные дети. Есть и дети инвалиды, есть, скажем так, дети, которые испытывают трудности в определенных жизненных ситуациях. Есть дети, которые, казалось бы, все прекрасно, благополучно, но все равно это вот мои дети, они все особенные. Поэтому особые дети для меня — это все те, с кем я сейчас работаю. Спасибо. А теперь более конкретный, наверное, вопрос. Как вам кажется, современные педагоги, вы в том числе, полностью ли готовы к тому, чтобы работать с особыми детьми? Давайте, может быть, возьмем особых детей, как ребят инвалидов, да, с ограниченными возможностями, и ребят одаренных. Вот как бы в два приема обсудим эту проблему. Всего ли вам достаточно для работы с такими ребятами сегодня? Нет, нет, совершенно недостаточно, потому что дети инвалиды, прежде всего, определенный подход к таким детям. То есть здесь, конечно, не хватает, может быть, сотрудничества с медицинским персоналом, с медицинскими работниками, каких-то психологических особых знаний. То есть медико-психологическая поддержка учителей должна сейчас быть более серьезной, более грамотной. Тут встает проблема инклюзивного обучения детей, то есть обучения детей с ограниченными возможностями здоровья вместе со здоровыми детьми. И ребенок с ограниченными возможностями в данном случае приобретает определенный опыт. И здоровые, так называемые здоровые дети, мы так, в кавычках их назовем, тоже приобретают опыт общения с детьми, которым нужна помощь. То есть вот это совместное инклюзивное обучение, оно дает возможность для того, чтобы мы пополнили багаж эмоциональным, я бы так сказала, эмоциональный багаж и одной части детей, и другой. Вот Алексей качал головой сначала, вроде не согласен, теперь согласен. Я просто уже сталкивался с такой проблемой, я работал с человеком с ограниченными возможностями, я работаю. Материально возможна материальная база, школ, ее можно привести в соответствие, чтобы инклюзивно, так сказать. Но сами педагоги не готовы. Наш менталитет, мы такие доброжелательные, сочувствующие, а вот таким людям, у них так много сочувствия, им проявляют, что во время образовательного процесса не должно быть у них этого сочувствия. Педагог не должен этого показывать, что он им сочувствует. Он должен к нему особо относиться, но не показывать другому коллективу. Для того, чтобы работать с одаренными детьми, с особыми детьми, в том числе и с одаренными детьми, у нас в подготовке, конечно, нужна эта подготовка все время. То есть мы должны все время учиться, потому что здесь очень много факторов, которые туда входят. Это и знание возрастных особенностей ребенка, это и знание психологических и физических особенностей ребенка. Потому что, например, не каждая школа может предоставить специалистов именно в той или иной области, в каком я имею это отношение. Если, например, отклонение в каком-то физическом развитии, то там нужны очень узкие специалисты. Но при этом, если мы, педагоги, будем развиваться и будем знать, в какое направление, куда направить этого ребенка, кто должен быть рядом с нами, чтобы, например, консультировать, как работать с этими детьми. Для нас самих вот все время развиваться, все время знать все вот эти специфические особенности этих детей, с которыми мы работаем. То, естественно, это какая-то единая база, которую мы получили один раз, она недостаточна. И нам нужно постоянно получать какое-то развитие, образование и возможность учиться. То есть должен идти постоянный мониторинг, на мой взгляд. То есть в школе должно существовать какое-то медико-психологическое сообщество. То есть, с одной стороны, врач, психолог и учитель. Потому что, чтобы вести этого ребенка, ребенка-инвалида, то здесь нужна именно такая триединая, я бы сказала, организация, для того, чтобы все получилось. Разрешите, я тоже выскажусь по этому вопросу. Конечно, мы хотим, чтобы и каждому ребенку, который нуждается в особом внимании, были представлены специалисты соответствующие. Также мы хотим, чтобы каждому ребенку, одаренному, который проявляет сверхспособности, в этой школе находился учитель, который мог бы его вывести на соответствующий уровень. Но, к сожалению, я считаю, что в данной ситуации это трудновыполнимо. Поэтому считаю целесообразным создание каких-то центров, их можно назвать как угодно, где будут собраны именно дети, которые нуждаются в этом. И те специалисты, к сожалению, немногие, которые могут обеспечить этот процесс. Но, по большому счету, такие центры есть. То есть это учреждения специализированного типа. То есть мы сейчас говорим о том, что эти дети должны быть включены в обычную школу, в общеобразовательную школу. То есть мне кажется, здесь просто вариант такой, что в каждом регионе или в каждом городе то, что лучше получается. Потому что есть положительные примеры и специализированных учреждений, которые дают возможность ребенку развиться. И здесь как раз действительно профессиональная помощь медиков, со стороны медиков, может быть, более. Но с другой стороны, и чтобы больше социализация шла, то есть вот этих детей именно и поэтому ведь и включают в общеобразовательную школу. То есть здесь нужно очень гибко подходить в этом вопросе, в этом моменте. Можно я вклинюсь? Правильно, я понимаю, что вот ваше общее мнение, что для работы с особыми детьми не достаточно только одного педагога-предметника. Это должен быть какой-то союз. Или, может быть, стоит пересмотреть педагогическую подготовку и учителей в педвузах готовить уже непосредственно для работы, допустим, с детьми-инвалидами, для работы с одаренными. Мне кажется, должен вообще измениться некий подход. Вот сейчас у нас, если мы говорим о детях-инвалидах, то социум дает такой сигнал ребенку-инвалиду. Ты не такой, ты другой. А вот если мы включим детей в нашу школу, то мы тем самым постараемся снять этот сигнал. Он сам должен уйти. Для этого нужна подготовка, профессиональная подготовка учителей, дефектологов, логопедов и других специалистов, которые работают с такими детьми. Что касается одаренных детей, очень интересна мысль, когда создаются такие центры. Но не произойдет ли вымывание хороших, таких замечательных идей из нашей обычной школы? Мы же знаем, что каждый ребенок особенный. Поэтому мне кажется, что спорный... Я для себя не нашла ответа пока на этот вопрос. Спорный достаточно такой выход из данного положения. Я еще... Можно, да, скажи, я просто... У меня такая вот идея... Ну, не то, что идея сейчас, а вообще... Вот мы когда говорим о детях, да, и то, что они разные, одаренные, особенные. Ну, все это вместе, да. Вот у меня такое желание. Я хочу вот сама воспитывать. Вот какие бы у меня дети не были в классе, да, они или в каких-то, я не знаю, там, физику, химию, там, биологию, или они любят, или они дети с ограниченными возможностями. Это не значит, что они умственно отсталые, да, которые здесь... Я хочу вот знать и уметь, как учить их, как с ними обращаться. То есть вот эту всю возможность, да, вот знание всех особенностей этих детей. Я хочу как преподаватель, как педагог знать и уметь. То есть чтобы у меня в классе были... А они, кстати, и есть. У нас дети и в колясочнике есть, то есть которые не могут передвигаться. И это дети настолько интересны в общении, настолько с ними интересно работать. А от того, что он не передвигается, так есть круг вокруг них. Это те же дети, которые получают то же социальное такое, значит, развитие. И они принимают этого ученика такой, какой он есть. С ним весело, с ним интересно. Это вот, знаете, когда смотришь на этих детей, вот идет по дороге целая вот толпа ребят, да, так можно сказать. А впереди мальчиков в коляске. И еще они покатаются рядом с ним. И еще они вместе и на уроке, и с уроков. То есть вот это вот все в общем, и я хочу как педагог вот здесь вот быть, внутри, и все знать. Как с ними вообще? Вы знаете, вот по поводу одаренных детей, здесь немножко надо, мне кажется, понятия определиться вот с этим понятием. Потому что, на мой взгляд, одаренные дети — это единичные вообще варианты. То есть это очень маленький процент. Если говорить вот о центрах, а у нас зашел сейчас разговор об этом, то это, наверное, должно быть. Потому что если такой ребенок живет в сельской глубинке, возможно, для него было бы как раз лучшим вариантом оказаться в таком центре для развития одаренных детей. Это вот, на мой взгляд, должно быть так. Я вот хочу вернуться к детям с ограниченными возможностями здоровья. Я поддерживаю Хейдин, что вот все зависит от нас, от взрослых. Если мы их будем называть особенными, значит и дети их будут называть особенными. Поэтому нужно будет специальный курс какой-то. Нельзя их выделять. Это просто педагог должен знать подсознательно, что нужно сделать то-то, то-то, то-то. Нельзя выделять. Мы сейчас говорим, нужна специальная подготовка, нужна специальная психологическая это. Ну, нельзя выделять ребенка. Он сам понимает, что у него не хватает. А мы его будем называть еще особенным. И особенно к нему относиться. Это ему будет некомфортно. Нет, здесь как раз, по-моему, наоборот. Мне кажется, вот если у учителя будет эта психологическая подготовка, вот как раз он и поймет, в какие моменты ребенка, где нужно поддержать, где нужно его, может быть, как-то от чего-то огрозить, а где не стоит этого делать. Поэтому, на мой взгляд, все-таки... Но он будет делать это незаметно? Да, конечно. Это как раз и поможет ему вот со стороны делать эти вещи. То есть не напрямую, не вмешиваться непосредственно в сам процесс, а вот именно со стороны наблюдения. Мне кажется, вы не противоречите сейчас. Да, да. То есть нам нужно быть, конечно, очень образованными, очень, знаете, психологически тоже подкованными быть и знать все особенности каждых детей, которые у нас есть. И поэтому, конечно, вот эту вот корректировку внутри проводить. Ни в коем случае это выделять. Даже очень одаренного ребенка, даже очень отличающегося, ни в коем случае нельзя. Потому что все это дети, и они должны жить вот в этом обществе. Сегодня это класс, школа, а дальше это огромный мир, который их окружает. Хотел бы добавить следующее. Вот, например, в неравных условиях дети крупных городов и других субъектов. Ну, например, у нас в округе ни одного института, исследовательского центра, и больше ста тысяч города нет. Хорошо, когда в крупном городе есть специализированный учебно-научный центр при институте. То есть дети могут спокойно туда ездить, заниматься, получать знания. А представьте, если ученик учится в обычной школе в каком-нибудь поселке Ямало-Ненецкого округа, что ему делать? Кто ему даст огранку? Кто ему даст знания те, на которые он, в принципе, способен? Ну, вот тут я хотела бы немного добавить. Вот тут на первый план выходит, конечно, личность учителя. Если учитель не потерял способность удивляться возможностям детей, вот тогда будет результат. Вы знаете, мне тоже кажется, даже в поселке или в деревне, или где бы ни находился наш ребенок, если там будут высоко квалифицированные преподаватели, то хотя бы какую-то часть проблем можно будет уже снять. То есть этого ребенка все равно можно будет развивать. Он очень одарен. А уже потом его постепенно давать ему направление и привлекать к этому ребенку уже, может быть, более квалифицированных педагогов. Это я имею в виду, я не знаю, профессоров. Ну вот мы сейчас с вами говорим здесь об учителе и о ребенке. Но есть же еще третья очень заинтересована сторона — это родители. И не секрет, что часто, если мы говорим о детях-инвалидах, родители, так скажем, здоровых, как вы сказали, условно здоровых ребятишек, они почему-то против, чтобы их дети учились вместе с детьми-инвалидами. Вот ваше мнение, как здесь педагогу уже находить контакт с родителями? Вы знаете, я вот как педагог, который прошел через эту ситуацию, потому что у меня выпускник два года назад, я выпустила класс, ребенок-инвалид, он учился в нашем классе, он закончил 11 классов, сейчас он учится в юридическом колледже. Это работа с родителями, педагога. То есть это умение убедить, доказать, найти понимание, сочувствие. И, в принципе, здесь даже еще во многом через детей можно действовать, потому что, как показывают, у нас вот не в нашем, правда, лицее, а в соседней гимназии, то есть проводилось такое анкетирование среди детей, среди родителей по поводу инклюзивного образования. Так вот процент родителей, которые не хотели бы, был выше, чем у детей. То есть дети более толерантны в этом отношении. И вот именно работа и в сотрудничестве с родителями, с детьми, она дает свои результаты. Сейчас у нас учится такой ребенок, правда, в четвертом классе, я с ней как бы не контактирую, но это есть, работа идет. И самое главное, что создается среда вокруг этого ребенка, то есть в том плане, что, например, старшеклассников привлекают к помощи, потому что ребенка нужно проводить иногда там с верхнего, с первого этажа, там на вторую, наоборот, а в столовую. То есть и вот в виде все это, и дети, и родители, то есть они становятся более тактичными, более толерантными. Вот я так понимаю, вы сейчас рассказывали о родителях, именно детей, я сталкивался с такой ситуацией, да, что родители других детей, они против, чтобы учились в их классе, особенно дети, да. Вот здесь вот нужна психологическая подготовка детей, ой, родителей, обычных, да, будем называть, обычных детей, потому что родителям кажется, что если будет ребенок особенный, который не будет успевать по программе, а у нас же все равно всегда на первом месте знание, то, соответственно, вся методика будет выстроена под слабого ребенка. Но когда им объясняешь про дифференцированный подход, они мотают головой, говорят, да, 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 и все равно они стараются своего ребенка увести с этого класса. Вот это вот неправильно. Вот здесь вот нужно рассмотреть эту ситуацию с этой позиции. Нужно работать с родителями не только особенных детей, а и обычных, так сказать. Мне, знаете, даже кажется, вот эта вот как-то дикость в нашем современном обществе, чтобы родители могли быть против того, чтобы учился, например, их ребенок с детьми, которые там ограничены в каких-то возможностях, да. Это сегодня вот по отношению, когда мы уже воспитываем детей, не просто, ну, чтобы у нас были люди мира, да, потому что мы должны социализировать. Получается, уже мы должны социализировать не только ребенка, который ограничен в каких-то возможностях, чтобы он жил среди нас, но получается, что нам надо еще учить и тех людей, которые вокруг него, и чтобы они к нему относились вот с тем пониманием, с толерансом, и признавали в нем обычного нормального человека. Ну, никак иначе. И наоборот, мне кажется, для наших детей, если, ну, если, к сожалению, есть такой ребенок рядом, который болен, вот в этом я имею в виду сожаление, что полная такая вот взаимовыручка, взаимопомощь друг к другу, они должны относиться вот на одном уровне, правильно? И поэтому там, если даже есть такой момент, ну, я не знаю, это буквально надо такую воспитательную работу провести, чтобы даже мысли у родителей не возникало, что это чем-то может помешать им, детям. Ну, вот что это воспитательная работа? Это вызвать родителей на родительский час и сказать, вот, дорогие родители, у нас такой ребенок, вы не должны принимать такую... Вы знаете, мне кажется, не бывает такого, чтобы все родители класса были единодушны, категорично против. Как правило, это несколько человек. То есть это, опять же, индивидуальная работа с этими людьми. Но здесь уже нужно опираться на свой опыт, на свои... То, что, как ты можешь убедить. Да, это общение, потому что здесь дать какой-то рецепт невозможно. То есть все зависит от индивидуальной ситуации, от людей, с которыми ты работаешь. Но я повторяю, то есть у меня опыт удачный в этом плане. То есть все сложилось прекрасно. Я считаю, вот вы абсолютно правильно заметили, что родители, дети не хотят тех изменений, которые предлагают чиновники. И я считаю, что ситуация должна решаться, в первую очередь, исходя из мнения и желания заинтересованных сторон. Это в первую очередь все мы видели сюжеты по телевидению, интернет читаем, когда действительно родители против, дети против. Детей переводят в обычную школу, но они против. Послушайте родителей одаренных детей, самих детей. И я считаю, что задача наша сделать так, как они хотят, а не навязывать нам им свое мнение в этом вопросе. А не соглашаетесь, Алексей, не соглашаетесь? Нет, я, конечно, не поддерживаю точку зрения. Все-таки особые дети должны учиться в обществе. Но если их мы будем разъединять по группам, то о какой-то ли радости вообще, о каком мы обществе говорим? Должны быть, может быть, еще какие-то, как дополнительное образование, как еще какое-то направление, где они могут уже получать свое развитие, своему дару, да, если это речь об одаренных детях, потому что мы сейчас же обо всех детях говорим, правильно? И вот тогда там вот уже какое-то они получат направление, специфику, которое им наиболее интересно. Вот это дополнительное образование. А социализация в общей, в массовой школе, вот мне кажется, все-таки вот все эти люди, которые сейчас работают в образовании, в науке добились чего-то, руководители заводов, предприятий, это же не обязательно те люди, которые вышли из специализированной школы. Это люди, которые учились среди нас, вокруг, вот с кем мы общаемся. А потом из них вот вырастут, получается, звезды, потому что они чего-то добиваются. И те же руководители, если они становятся, вот к счастью, руководителями, они уже понимают нас, те, может быть, которые по каким-то причинам не дошли до этого уровня. И вот это вот, не происходит этого разграничения. Я гениальный, я сегодня на этом уровне, а вы вот так себе, как бы, остались где-то там, позади, и значит, у меня будет отношение к вам другое. Нет, мы все в чем-то интересны, в чем-то можем заинтересовать других людей, поэтому вот эти гениальные, может быть, какие-то особо, они должны быть рядом. Вы знаете, я немножко не соглашусь. Я считаю, что должны быть разные варианты и в связи с детьми инвалидами, и с одаренными детьми, потому что, опять же, из опыта, у нас есть в школе реальная ситуация, сотрудница, у которой был ребенок инвалид, она до сих пор считает, что она правильно сделала, что она ее оставила в специализированном учреждении, потому что благодаря той обстановке, медицинской помощи, ребенок стал практически полноценным членом общества, в том плане, что физически ей помогли нормально себя ощущать. Она сейчас взрослая женщина, у нее семья, у нее есть дети, и она очень довольна тем, что было именно специализировано учреждение. Другой родитель выберет другой вариант, кто-то выберет дистанционное обучение. Я считаю, что должны быть варианты, то есть возможности выбора. И также одаренные дети, потому что я какое-то время работала в школе, скажем так, очень обычной, самой образовательной обычной школы на окраине города. И когда ребенок одаренный попадает в такую, скажем, ну, социальную среду, которая может его не поддержать, такой ребенок психологически может просто свои таланты осознанно, неосознанно, но вот они уйдут. То есть он постарается слиться с этим социумом. И вот таких детей, может быть, нужно как раз в центры отправлять. А если школа создает среду, почему бы нет, пускай он учится в этой школе. Ну, вот здесь полностью, конечно, можно согласиться, что варианты должны быть. Это обязательно. Потому что, вот как, например, вот разный опыт, сразу, конечно, вспоминаешь о своем опыте работы. Вот тоже мальчик-инвалид, который в коляске сидит, сначала забрали его документы для того, чтобы передать в школу с дистанционным обучением, но буквально через неделю и через две мама этого ребенка опять забирает оттуда документы. Почему? Потому что ей поставили условие, что нужно документы взять из обычной школы и полностью обучать его уже на дому по дистанционному обучению. Она говорит, мой ребенок этого не приемлет. У него есть друзья, у него есть свой класс, у него есть свой круг общения, он его терять не хочет. Ему недостаточно того, что он получает по дистанционному. Ему нужно общение. То есть варианты. Хорошо, что вы затронули эту проблему дистанционного образования. Вообще, на ваш взгляд, такая форма, она способна дать качественное образование детям, инвалидам? Опять же, кому-то да. То есть кому-то будет достаточно, а кому-то нет. Это потому что кто-то хочет большего. То есть все зависит, все очень индивидуально. Надежда Николаевна, хотелось бы. Мне бы хотелось добавить, вот мы поднимаем такой вопрос, как все-таки работать с родителями. Должна выстроена быть спочка. Первое, авторитет учителя, а дальше гражданская позиция учителя. И если авторитет присутствует, если гражданская позиция присутствует, то родители тех детей, которые против обучения совместного, они, мне кажется, пересмотрят свою позицию. То есть вот здесь учитель может влиять не только на проблемы школьные, но и на проблемы местного социума. Это очень важно в данной ситуации. А вот по поводу центров, вот допустим у нас в Курске создан такой центр, который взял опыт московских школ, центр «Новые технологии», который осуществляет дистанционное надобное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть такой опыт перенимается. И, конечно, вот эти зернышки опыта, которые уже есть в разных регионах, хотелось бы, чтобы они прорастали, чтобы этот опыт перенимался активно другими регионами. Вот такие центры создаются под эгиды, так скажем, региональных управлений образованием, или это коммерческие центры, где приходится платить деньги? Как нас в регионе, это вот именно под эгиды до министерства образования. Там все-таки получается такое. Если дистанционное обучение происходит, это, конечно, учитель находится, педагог находится на расстоянии от ребенка. Для меня, например, мне кажется, как для многих детей, очень важное общение все-таки живое. Если, например, если есть вот в этом дистанционном обучении все-таки какая-то возможность еще и знакомиться с этим учителем напрямую и получать какое-то общение, то уже вот это общение на дистанции, оно будет уже, мне кажется, наиболее комфортно. Все-таки полностью это переходить на дистанционное, и чтобы не видеть друг друга, мне кажется, этого было бы недостаточно. Если происходит интеграция дистанционного обучения и инклюзивного обучения, мне кажется, это оптимальный вариант решения этой проблемы. Ну, опять же, зависит все от ребенка, от его заболевания, потому что мы все знаем, что есть надобники, которые, например, не могут вообще посещать школу. То есть вот для таких детей, опять же, из опыта своей работы, у меня был такой ребенок, который просто не мог передвигаться абсолютно. То есть только вот кресло и компьютер. И это, да, то есть здесь вариант может быть такой, что вот либо, да, общение непосредственно с учителем, но если это большие расстояния, то здесь, конечно, дистанционное образование будет самый идеальный вариант. Ну, если нет других вариантов, я считаю, что да, дистанционное образование это как бы приемлемый вариант для этого, но позвольте в дополнение к сказанному привести один пример удачного сотрудничества власти и людей, которые заинтересованы в решении этих проблем. Вы хорошо знаете, что у нас есть коренные народы на территории Ямала и огромные проблемы именно в процессе обучения этих детей. Создавались интернаты, детей вывозили, отрывали от семьи. Сама учительница из коренных, она всю жизнь этим занимается. На встрече с губернатором сказала буквально следующее. Дети приезжают в город, назад в тундру они не хотят, приезжают, непонятно, какие у них мысли в голове. И тут же вот она предлагает, давайте создадим кочевые школы. То есть детей не вывозить из тундры, а организовать школы именно там. С чем губернатор и согласился. Я считаю, вот это наиболее рациональная позиция властей и людей, которые в этом заинтересованы. У меня вот такое противоречие насчет дистанционного обучения. Да, мы можем дать знания детям с помощью компьютера, но главное, что особые дети должны получить, это социализация где будет. Ну, будет он сидеть у компьютера, будет он узнать математику, информатику, химию, да. А социализация не предупреждает. Все-таки я настаиваю, мое мнение, что все равно должно быть обучение особенных детей в общей образовательной школе. Вот давайте вспомним о таком документе, как федеральный государственный образовательный стандарт. Все знаете, что с этого года начальная школа перешла на новые стандарты, планируется переход основной и старшей школы. Как вам кажется, уверены, все вы познакомлены с ними, как вам кажется, в этих стандартах, в новых заложена вот эта основа работы педагога с особыми детьми, с одаренными, с детьми с ограниченными возможностями. Стандарт дает возможность нормальной стандарты? Как раз говорится об индивидуальном подходе. Конечно, однозначно. Меняется парадигма обучения, то есть акцент переносится с сознанием на универсальные учебные действия. То, что и необходимо всем детям для их успешности. Я о всех предметах не могу говорить, не компетентен, а вот именно о физической культуре. В новых ГОСах заложено все то, что в принципе учитель и должен был делать до того, как с нами учиться. Просто это теперь сейчас все называется по-другому. Если раньше было называть межпредметные связи, сейчас это обозвали метапредметные. Умение анализировать свои действия. Сейчас это в ГОСахстане, а раньше это называлось исправление ошибок. И если особый ребенок попадает именно ко мне на урок, то я стараюсь не выделять его. Мы с ним заранее проговариваем, что ему можно сделать, что ему нельзя делать. И я даю для всех одно и то же, но он делает по своему самочувствию или по тому, по моему визуальному контролю. И если я буду выделять это, что ты особенный, тебе вот это нельзя делать. Ну, соответственно, и весь коллектив будет к нему относиться так. Мне знаете еще, что кажется, что все-таки вот в этих стандартах второго поколения там уж предусмотрены те нормативы, те стандарты, которые еще и для региона, вот учитывают особенности региона, в которой обучаются дети, ну, находятся эти дети, образовательного учреждения. То есть уже регион, например, зная особенности людей, которые там живут, традиции, которые там соблюдаются, они могут уже свои вот эти, свои нормы тоже подводить вот к этому стандарту. То есть есть общий порядок, да, общие как бы нормативные правила, которыми должны обладать дети, то есть это универсальные учебные действия, которыми у них должны быть мотивация к учению, что они, что они должны, ну, это развивающиеся личности, то есть мы уже должны не подготовить готовый продукт, вот он теперь обучен и, пожалуйста, он может выходить в жизнь. Нет, это человек, который наоборот знает, что ему нужно всё время учиться и что он это должен постигать. Но ещё при этом немаловажно то место, то, где проживает ребёнок, чтобы он знал и культуру, любил Россию культуру, народа, среди которого он живёт и является индивидуумом, которого он является, представляет. То есть вот это вот даже воспитательные моменты, они тоже можно их учитывать и всё это вот, мне кажется, это прописано в этих стандартах второго поколения. Вы знаете, мне кажется, это настолько объёмный и могучий документ, что там можно всё найти. Другой вопрос, будет ли это реализовываться на практике? Да, потому что для того же инклюзивного образования нужна определённая материальная подготовка, техническая оснащенность школы, даже элементарное передвижение детей по этим лестницам, по нашим школьным лестницам, то есть это же не предусмотрено пока. Коллеги, мне кажется, мы очень уже активно и здорово поработали. Я бы хотела в качестве итога попросить вас каждого, также, может быть, по порядку, высказать вот своё такое уже, наверное, устоявшееся сейчас, сформулировать мнение всё-таки. Какова для вас основная задача в работе с особыми детьми? Давайте скажем о детях с ограниченными возможностями и о дарённых ребятах. Вот две этих категории, вот что для вас главное в работе с ними? Пожалуйста, давайте начнём. Ну, для меня главное, чтобы ребёнок и родители не разочаровались, что пришли именно ко мне, как к учителю, и чтобы ребёнок взял те знания, на которые он способен. Я отдам всё ради того, чтобы этот ребёнок не испытывал какой-то нехватки в помощи квалифицированной учителя. Для меня главное, вот если честно, чтобы мне хватило внутренних сил разглядеть в каждом ребёнке его изюминку. Вот это самое главное на данный момент в Риме. Я всё-таки склоняюсь к тому, что при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья нельзя выделять их особенности. При работе по обычной программе, ну просто педагог должен психологически быть готов изменить ход урока или ход направления, не выделяя это. Что касается одарённости детей на интеллектуальном уровне, вообще специфически, как правило, кто развит интеллектуально, тот в физической культуре, занимается плохо или вообще не занимается. Вот здесь вот я себя как педагога вижу, это выполняю. Я не оцениваю по нормативам, я здесь оцениваю по личностному результату. Вот на это нужно очень большое внимание обращать, потому что если человек по математике, ну вот математический склад ума, понимается, по математике хорошо, а по русскому литературе, ну не очень, он не гуманитарий, не умеет говорить, да, то вот тот предмет, который не его коронка, скажем так, да, то нужно оценивать по личностному результату. Мне хотелось бы, конечно, чтобы я была вот как педагог для детей, с которыми я работаю, проводником, проводником, чтобы показать им пути развития, чтобы они видели эти пути и понимали, что им для этого нужно. Пути развития и даже для, ну, физические, с физическими отклонениями детей. То есть, ну, во-первых, здесь и социализация, которая проявляется и через мой опыт, и через общение моё, и, ну, все, вот, все, вот, все, которые окружают меня, да, вот, то общество, которое окружает меня и моих детей, чтобы я им показала, как в этом, в этом обществе жить, где можно получить образование в дальнейшем, чтобы оно им пригодилось, чтобы это было, ну, нужно и важно для них, для их развития. Я вернусь к тому, с чего я начинала дискуссию, что особые дети для меня, это все дети, с которыми я работаю, и, может быть, это прозвучит немножко странно в свете нашей дискуссии, но мне кажется, в основе всего должна лежать любовь. Если у меня есть любовь к тому, что я делаю, если я теряю вот ощущение любви, то есть, ну, тогда зачем всё это, да, ничего не получится. Спасибо большое, коллеги. Сейчас есть время для вопросов жюри. Спасибо. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Продолжение следует...